Всем привет! Меня зовут Сережина Ольга и в этом видео мы с вами разберем соединение деталей с помощью иглы без слома узора. Разберем вариант, когда у нас детали будут с закрытыми петлями и разберем вариант, когда одна деталь у нас будет с открытыми петлями, а другая деталь с закрытыми петлями. Принцип соединения аналогичный, но все же покажу и первый и второй вариант. Мне очень хочется еще дополнительно разобрать, ну скажем, теорию этого соединения, потому что, зная вот эту базу, основу, эти правила, которые нужно соблюдать, можно сказать, одно правило, и без труда вы будете выполнять этот шов. Не нужно будет каждый раз искать в интернете нужный ролик, пересматривать тысячи, прежде чем найти тот самый, поэтому давайте разбираться. На этом рисунке я изобразила полотно в виде вот таких столбиков с лицевыми петлями. Направление вязания обозначила. Вот они наши столбики, давайте еще на полотне посмотрим. Наши галочки, вот наши столбики. Соседний рисунок, здесь перевернутые галочки, но здесь другое направление вязания. Как только я поворачиваю тетрадь, мы видим перед собой те же галочки, те же столбики. Сейчас я покажу на рисунке ошибочное соединение со сломом узора, и потом мы будем исправлять. И вот нужно запомнить, какой прием мы сюда добавляем, чтобы получить правильное соединение. Итак, ошибочный вариант, тот, который дает нам слом узора. Располагаем, давайте вот с этого начнем рисунка, располагаем наше полотно относительно противоположного, строго петля к петле. То есть направление вязания у меня будет вот в эту сторону. Соответственно, вот такие петли, те же галочки. Но, как вы можете видеть, происходит слом узора. Сейчас покажу, что я имею в виду. Смотрим. Вот у нас столбик. Не важно, что вязание перевернуто. Смотрим именно на рисунок. Вот он, столбик. И здесь он прерывается, то есть нет продолжения. Здесь так же, и здесь так же. Что нам нужно сделать? Всего лишь навсего сместиться на полпетли. Смотрите. То есть, когда мы начинаем соединение, мы захватываем стенку от крайней петли, например, кромочная, одну стенку. А вторая стенка уже идет от следующей петли. То есть мы смещаемся. И, как вы можете видеть, давайте я, наверное, сейчас побольше нарисую. Вот. Как вы можете видеть, у нас нет слома узора. Вот она дорожка, и она идет. Если я переворачиваю, вижу то же самое. Вот у меня дорожка, вот у меня дорожка, и она не прерывается. То есть никакого слома узора у нас нет. Что мы сделали? Мы сместили всего на полпетли. На каком из полотен вы будете смещаться, значение никакого не играет. То есть можно на этом полотне сместиться, можно на этом. Все зависит от вашего желания. Главное, этот прием выполнить, сместиться. Давайте вот на этом теперь. В полотне то же самое сделаем. Ошибочный вариант. Когда мы строго петля к петле, так вот здесь у нас получается в эту сторону идет вязание, петля к петле, я не буду сейчас много здесь рисовать, вот так достаточно, видно, что происходит слома узора. Дорожки наши прерываются и в эту, и в ту сторону. Нет у нас здесь продолжения дорожек. Но как только мы смещаемся на одну стенку буквально петли, мы получаем нужный для нас результат. Вот. Что мы получили? Мы получили продолжение дорожек абсолютно по всем линиям, у нас нет никаких сломов узора. Все ровно. Я сейчас дам подсказку, которая поможет это все запомнить. Значит, когда у нас происходит сдвиг на пол петли, нам необходимо на одном полотне подхватывать, давайте вот так, наверное, буду изображать, чтобы было видно хорошо, галочку. То есть вот такая вот у нас галочка. Давайте будем на полотне смотреть, что это. Вот она, эта галочка. Вот так. Галочка. Раз, два. Раз, два. То есть вот они, наши галочки. Это наша галочка. И на другом полотне, запоминаем, нам нужно подхватывать перевернутую галочку или домик, можно сказать. Как вам удобно. То есть, по сути, вот смотрите, если я в странице сейчас нарисую. Так вот, галочка и перевернутая галочка. А что это? Это песочные часы. То есть, вот запомнили для себя, что если вы на одном полотне подхватываете галочку, то на втором полотне вы подхватываете перевернутую галочку. Ну, или наоборот. Так, теперь мы это все на практике разбираем. Все галочки, все домики. Начнем соединение. Итак, давайте посмотрим два варианта. Начнем с этого полотна, а потом начнем с этого полотна. Смещение на полпетли. Я подхватываю так стенку у кромочной, одну, то есть смещаюсь на полпетли. И теперь на этой стороне я подхватываю цельную кромочную. Вот так. Теперь смотрю внимательно на свою кромочную. Здесь она у меня подхвачена перевернутой галочкой. Вот. Значит, здесь я подхватываю обычную галочку. Вот она. Давайте я повыше, чтобы видно было. Вот дорожка с галочками. Если вам непонятно, как здесь выглядит петля, вы смотрите вот сюда. Дальше. Здесь хорошо видно, что это обычные наши галочки. Вот. Я подхватываю две стенки. Теперь здесь. Обычная у меня здесь была галочка. Значит, здесь перевернутая галочка. Или домик. Куда здесь водить? Откуда у нас нить вышла? Туда мы вводим. Подхватываем две стенки. Вот она получается перевернутая галочка. И я соединяю. Вот. Видите, у нас дорожка соединилась. Теперь здесь подхватываю одна стенка, вторая стенка. Если они соединяются, получается вот обычная петля-галочка. Подтягиваю. Здесь, откуда я вышла, ввожу. Ну, то есть, ориентиры уже, в принципе, есть. Можно на эти галочки домики не смотреть. Главное, уже у нас все выполнено. У нас пошло соединение. Вот у нас отсюда нить выходит. Я сюда ввожу иглу и подхватываю одну стенку. И, соответственно, следующую. То есть, в принципе, дальше уже можно не смотреть эти, как я уже сказала, все обозначения. Но я еще раз покажу. Вот перевернутая галочка. Здесь была обычная. Здесь перевернутая. Вот у нас соединение пошло. Вот. Без слома узора. Что мы сделали? Мы всего лишь сдвинулись на полпетли. И все. И соединяем. Вот так получается. Вот они, эти дорожки. Не прерываются. Итак, давайте начнем с нижней детали. У нас есть кромочная петля. Вот у нее две стенки. Так, сейчас, секунду, нету, да, фокуса. Вот две стенки. И я подхватываю только одну стенку. То есть, вот это и есть сдвиг. Подхватила. Дальше. На второй стороне, на второй детали, я подхватываю полную кромочную. То есть, полную петлю. Вот она, моя кромочная. Я ее подхватила цельно. Две стенки. Дальше уже все понятно. Вот у меня отсюда выходит нить. Я сюда же ввожу. И посмотрите, что я подхватываю здесь. Перевернутую галочку. Домик. Подхватила. Значит, здесь мне нужна петля. Вот она, да, цельная петля. Вот этот столбик. Здесь вот в основании растянутая. Если не видно, непонятно. Смотрим вот на эти столбики. Они хорошо все нам показывают. Ну, я давайте подальше буду брать, чтобы было видно. Вот. Это обычная наша галочка. Наша петля обычная. Не перевернутая. Дальше. Здесь я продолжаю подхватывать перевернутые петли. Домик. Перевернутая галочка. Здесь обычная петля. Галочка. Вот она. Так. И еще давайте одну вот петлю подхвачу и посмотрим на результат. Вот что мы получаем. У нас дорожка продолжается без слома. Даже если мы подтянем. Вот я сейчас прям подтяну. У нас затягивается полотно, но слома не происходит. Дальше немножко, чтобы видно было. Вот дорожка, и она идет. Ну, и, соответственно, если я переворачиваю, все точно так же. Эти дорожки без слома. Я сейчас буду показывать, как открытые петли присоединить к полотну. И не важно, что у меня вот здесь край полотна. Это может быть соединение. И на основном полотне на каком-то этапе. Ну, вот какую-то деталь вам нужно к полотну присоединить так, чтобы было не сильно объемно и чтобы не было слома узора. И вот это соединение вам может пригодиться. То есть не только плечевой шов. Я подчеркиваю. Здесь у меня вот просто такая заготовка. Поэтому я на ней показываю. Принцип соединения точно такой же. Но я хочу вот сам порядок работы все это показать. Итак, я начну вот с этой детали. Закрытые петли. Подхватываю здесь одну стенку у кромочной. Подхватила. Вторая стенка у меня вот туда завернулась. Ее не видно абсолютно. Так, на полотне с открытыми петлями или на детали с открытыми петлями мы подхватываем две петли. Нам нужно две стенки. Смотрите, вот две стенки у петли. То есть нам обязательно нужно подхватить вот так две стенки. Я подхватила эти две петли, две стенки. Дальше. Подхватываю следующую петлю. Здесь получается я вышла, значит подхватываю вот так следующую петлю. Готово. Здесь все опять же просто. Откуда у нас нить вышла? Туда мы вводим нашу иглу и подхватываем следующую. Сейчас мы с вами разберем, зачем мы должны следить, когда соединяем открытые петли с полотном. Что нужно на открытых петлях контролировать? Итак, я соединяю, вот беру две стенки. Здесь все просто, петли открыты, все понятно. Просто иду по открытым петлям и соединяю. Теперь смотрите, зачем мы следим. Вот здесь у нас в принципе ничего перекрутиться не может, а вот на открытых петлях у нас могут перекрутиться петли в основании, и мы можем получить скрещенную петлю. Если петля скрещивается, это будет некрасиво и неправильно. Значит вот сейчас, давайте внимательно смотреть. У нас есть петля, вот она, эта петля. Если я ее подхватываю вот за эту стенку, я сейчас не называю правая, левая, неважно. Смотрим на основание, вот сюда. Это нас должно волновать. Место. Какая стенка нас не волнует? Вот если я беру вот за эту стенку и подхватываю следующую петлю, смотрим на основание. Вот наше основание, оно у нас не перекрутилось. Возвращаю петлю и подхвачу сейчас за другую стенку. Вот наша петля. Я подхватываю вот за эту стенку. Что происходит с петлей? Она у нас скрещивается, то есть перекручивается в основании. Поэтому нам не подходит такое подхватывание. Беру петлю. Следующая петля, вот она. Также я смотрю на основание. То есть если я сейчас возьму ее вот за эту стенку, вот она начинает крутиться, вот уже не подходит. То есть я беру ее так, чтобы она у меня была раскрыта в основании. Вот запомните это правило. Не нужно запоминать стенка правая, левая, дальняя, ближняя. Смотрите вот сюда, вот сюда в основание петли и все. Вот как только у вас там что-то закручивается в любую сторону, значит вы берете петлю неправильно. Берите другую стенку и все. Здесь все просто. Мы подхватываем откуда вышли и подхватываем следующую. А здесь у нас с вами также петля. Вот она. Мы ее подхватываем второй раз. Мы ее уже подхватили. Значит подхватываем ее еще раз. Если вдруг, давайте остановимся на этом. Она у вас там как-то затянулась, куда-то там в полотно нырнула. Что мы делаем? Мы берем нашу петлю на спице, находим вот эту протяжку. Эта протяжка, наша петля. Вот она. То есть мы находим так петлю. Если вдруг, ну фактурная может быть пряжа у вас какая-то и ничего не видно. Подхватываю, подхватываю следующую. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот здесь мы подтягиваем. Откуда мы вышли? Сюда же вводим и подхватываем следующую стенку. Получили мы. Здесь, обратите внимание, вот я сейчас покажу прям еще раз это. Подхватываю одну петлю и подхватываю вторую петлю. Смотрите, вот если я их сейчас вот так вот соединю, вот видите, что у меня получается? Галочка, да, обычная петля. А здесь, когда я соединяю, у меня получается перевернутая петля или перевернутая галочка. Так, все. Вот это соединение. Оно такое достаточно необъемное. Вот. Получается. Так, сейчас, секунду. Вот. То есть нет такого объема. Потому что одна деталь с открытыми петлями у нас изначально. И мы соединяем. Обратите внимание, что здесь у меня край, как я уже сказала. Но можно так и по полотну соединять обычному. Где-то вот вы кармашек вот так взяли и пришили аккуратненько к своему изделию. Надеюсь, мой урок был полезен и интересен. А у меня на сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok